Светлый гороскоп Если вы не можете самостоятельно рассчитать свой асценгент или луну, вы можете записаться ко мне на личную консультацию в вайбер, ватсап, телеграм в описании к этому видео. А также, дорогие мои водолеи, вы можете заказать личную консультацию. Мы сделаем с вами натальную карту при рождении или астрологический прогноз на определенный период или же совместимость мужчины и женщины. Ну а сейчас мы будем смотреть, что же ждет вас в сентябре 2021 года. Возьмите ручку карандаш, записывайте важные даты. Итак, 2 сентября у нас с вами тяжелый день. Это позиция Марса к Нептуну. И у вас затрагивается второй и восьмой сектор гороскопа. Это денежные вопросы. В этот день ничего не предпринимайте, не покупайте, не планируйте что-либо купить и вложиться с кем-либо вместе совместно также не стоит. Иначе это будут пустые траты. Они не принесут вам счастья и результат будет плачевный. 5 сентября Меркурий делает Трин к Сатурну. Это ваш 9 и 1 сектор гороскопа. Здесь хороший день, удачный день Трин. Это прекрасный день, когда вы можете посетить какую-то страну. Ну, например, поездка принесет вам прекрасное настроение в дальние страны. Знакомство с иностранцами, изучение иностранных языков, получение визы, подписание договоров, получение паспорта иностранного. Это замечательный день для вот этого чудесного времени. 12 сектор, вернее 1 сектор гороскопа ваш, дорогие мои. Это все, что вы можете. Это, конечно же, вы здесь хозяин положения. Вы решаете, ехать вам отдыхать или нет. Делать загранпаспорт или нет. То есть вы решаете многое. 6 сентября прекраснейший день. Это Меркурий делает Трин к Сатурну и Трин к узлу будущего. Прекрасный день, могу вам сказать, и затронет у вас 9 и 8 сектор гороскопа. Опять-таки, это поездки, путешествия в дальние страны, изучение иностранных языков, подписание каких-то документов, связанных с иностранными языками, с иностранцами, с дальними странами. Замечательный день еще. Почему? Потому что солнышко делает Трин к Урану. Это приятные неожиданности, как я говорю, затронет ваш 4 сектор гороскопа. Что касается купли-продажи недвижимости. Прекрасные сделки. Съем жилья, сдача жилья, уборка в квартире, что-то покупка для своего дома. Может быть, кто-то приедет в ваш дом жить, пожить немножко, погостить. Может быть, мама приедет погостить. Или вы поедете к маме в гости. Далее. 7 сентября у нас с вами будет Новолуния в 15 градусах, где вы. Это ваш 8 сектор гороскопа. Это ваши совместные вложения. Деньги вашего партнера. Это деньги, которые вы можете тратить, но не заработали. Например, социальные выплаты. Новолуния – это обдумывание планов, проектов и мечты. Через 2-3 дня вы можете воплощать их в жизнь. То есть, это совместное приобретение чего-то, совместное вложение денег. Это получение денег и дивидендов из того, куда вы вложили. Восьмой сектор еще это, может быть, кредиты, займы, проценты какие-то, пенсии, стипендии. Как я и сказала ранее, дивиденды. То есть, это деньги, поступление денег. 7 сентября – прекрасный день. Подумать об этом. Через 2-3 дня уже выполнять, исполнять свои желания. А вот 10 сентября Венера входит в знак Зодиака Скорпион. Это ваш 10 сектор гороскопа. Что это значит? Это карьерный рост, может быть. Это социальный статус вы можете менять. Кто-то выходит замуж, кто-то женится, разводится. Изменение статуса. Может быть, вы становитесь мамой, бабушкой, дедушкой, дядей, тетей. Это, может быть, вас повышают по службе, по должности. Может быть, понижают. Но что и то, и другое может быть к лучшему. Так, и этот день хорош. Это хороший день. 15 сентября и до конца октября Марс будет в знаке Зодиака Весы. Это ваш 9 сектор гороскопа. Здесь напряженные дни, но их можно преобразовать в нечто позитивное. Почему? 9 сектор – это путешествия, поездки, загранпаспорта, визы и так далее. Вот если вы активно будете принимать участие в этих вопросах, активничать, активно, допустим, делать эту визу, делать загранпаспорт, у вас и получится. Вы добьетесь многого. Но это напряженный такой нервный период, когда вы что-то делаете, но это все на нервах происходит, все на нервах. Поэтому наберитесь терпения, абстрагируйтесь, медитируйте и думайте о позитивном, чтобы перенаправить вот эту активную энергию в не разрушительное русло, а во что-то созидательное. 17 сентября – прекрасный день. Солнце делает тринг Плутону. Это ваш 8 и 12 сектор гороскопа. Замечательно. Это дом больших денег, получение денег, чьих-то дивиденды, проценты, соцвыплаты. Это вложение совместное денег. И дальние страны. Может быть, вы захотите с кем-то поехать, вложиться в путешествия и поехать отдыхать в какие-то земли необитаемые, острова посмотреть, паломническая поездка. Также изучение карта рощи, загадочного, непостижимого. Заняться самосовершенствованием или йогой. Кстати, это хорошие дни для очищения, избавления чего-то ненужного, избавления дурных привычек. 21 сентября – это будет полнолуние у нас в Овне. Это ваш третий сектор гороскопа. Полнолуние – это ясность, итог, это результат чего-то. Третий дом – это ваши автомобили, это ваши гаджеты, да, вы здесь уже смотрите. Может быть, вы хотели что-то приобрести, вот вы приобрели, да, автомобиль, какие-то гаджеты купили. Это общение с вашими братьями, сестрами и соседями. Это позитивное общение. Это вы будете решать какие-то вопросы по итогу чего-то. 22 сентября солнышко входит в знак зодиака весы. Это день осеннего равнодействия. Это осень приходит на северное полушарие. И это девятый сектор вашего гороскопа. Опять-таки, все, что касается с путешествиями и передвижениями. 23 сентября Венера, планета красавица, любовь, деньги, она становится в оппозицию к Урану. И здесь будут неожиданные какие-то могут повороты судьбы быть, да. Затрагивает ваш десятый и четвертый сектор гороскопа. Неожиданно, допустим, вы узнаете, что вы становитесь бабушкой или дедушкой. Неожиданно вы узнаете, что вас там выпроваживают на пенсию. Или неожиданно узнаете, что, наоборот, берут там на работу, повышают должности. Ну, так как оппозиция, все-таки это будет не совсем приятные новости, да. В четвертый дом не совершайте сделки с недвижимостью купли, продажи, сдачи недвижимости не порадуют вас в этот день. 27 сентября планета Марс, активная планета, делает Трин к Сатурну. Это ваш девятый и одиннадцатый сектор гороскопа. И здесь, конечно же, Трин – это хороший аспект, когда вы добиваетесь многого в той сфере, в какой вы захотите. Поездки увенчаются радостью, счастьем, успехом. Какие-то визы, если вы ждали визу, обязательно получите. Это может быть подписание документов, связанных с иностранцами, с иностранными какими-то вещами, да, с иностранными вопросами, с загранпаспортами. Это все, как вы захотите. Вы добьетесь очень многого 27 сентября. И с 27 сентября до 18 октября Меркурий делает свой разворот в ретро-движении, затрагивает ваш девятый сектор гороскопа. Это когда вы должны будете что-то переделать, доделать, вернуться к прошлому. Может быть, вы поедете в те страны, в те земли, где вы ранее были. Или же вам нужно будет что-то доделать с документами с иностранными, доделать что-то с паспортом или с визой. Дорешать, доделать какие-то вопросы. Вот такой вот чудесный месяц сентябрь будет у вас, дорогие мои водолеи. Я надеюсь, вам понравилась эта информация, была полезной. Не забудьте пальчик вверху, слово благодарю. Ну и я желаю всем мира, добра и счастья. А главное, верьте в мечту. Мечты сбываются. Ваша сбудется обязательно. Всех люблю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok